АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Врачи, учителя, биологи. Жуткое дело. Что теперь делать? Ну, как минимум, пусть меньше грицибелов, потому что так громко всё. Мы будем академическую беседу вести, да? И можем начать, я думаю, время не будем тратить. Мне все говорят, мои друзья и коллеги, что я алармистка и пугаю всех искусственным интеллектом. Я не отрекаюсь от этого. Я и вас буду пугать. Но да, но всерьёз. Это вопрос не того, что просто сейчас модная тема. Но это не модная тема, а это другая цивилизация. В общем, вот назвала я это так, битва интеллектов. И, как вы видите на первой картинке, это портрет Эммануила Канта, которому в этом году исполнится 300 лет. Но я, в том числе, среди прочего разного, ещё почётный доктор университета имени Канта, который находится в Калининграде. Это замечательный, кстати говоря, университет. И у нас вечером будет такой разговор на четверых на сцене где-то здесь. Вот, почему я это здесь поместила. А вторая картинка, это, видите, человек, который смотрит на звёздное небо. Что писал Эммануил Кант? На мой вкус, лучший философ Земли. Писал он, что нужно помнить, что у нас есть звёздное небо над головой и внутренний закон внутри нас. Я к чему это говорю? К тому, что история науки ясно показывает, что запретить науку невозможно. Можно издавать любые указы, хоть ООН, хоть Всемирная Организация Здравоохранения. Они запретят клонирование, работу с геном, фокусы с искусственным интеллектом. Они могут сколько угодно писать этих бумаг. Это абсолютно не поможет. Потому что всегда найдутся учёные или их спонсоры, которые купят остров посреди Атлантики, условно говоря, и дадут невероятные деньги, на которые сами учёные и согласятся. Потому что это будет аппаратура, которой нет ни у кого. Это будут условия, которых нет ни у кого. Короче говоря, опасные вещи мы можем запретить себе, только сами. Я просто не работаю с такими вещами. Но если бы я работала с чем-то, в чём я увидела бы экзистенциальную опасность, я бы сказала, всё, я с этим завязываю. С этого момента я буду вышивать подушечки гладью. А заниматься этим не буду. Повторяю, извне, это запретить нельзя. Поэтому вот эта картинка. То, чем я занимаюсь, и это, к сожалению, модная область, называется когнитивная наука. Или конвергентное знание. То есть знание, в котором соединены разные науки. Как минимум те, которые вы видите на экране. Это как минимум. Что мне не нравится в этой области? В то, что почти нет областей, которые в неё не попадают. Потому что это минимальный список. Это неприятно, но мы сейчас не можем об этом говорить. Мы готовим вот и аспирантов, и магистрантов в этой области. Которая Министерством образования и науки в этом году, не без моего настойчивого участия, прямо скажем, объявлена новой научной областью. Такое бывает очень редко. Это всё равно, что там объявить. Вот есть химия, есть физика, вот есть когнитивная наука. У неё есть номер, по ней защищаются диссертации и так далее. Хорошо, едем дальше. Меня некоторое время назад посетила мысль, а сколько вообще людей на планете жило? Ну, понятно, что сосчитать это нельзя, уже не говоря о том, кого считать человеком, когда начался человек, но это отдельная тема. И я на эту тему читаю лекции в университете. Так вот, я нарыла. Видите, на Земле жило 168 миллиардов людей всего. Не так много за всю нашу историю. А люди это кто? Вообще, у меня такая манера, и я от неё не отказываюсь даже не потому, что так решила. Как-то у меня так выходит. Я больше задаю вопросов, чем ответов. И я считаю, что это важно. Один из этих вопросов. А люди это кто? Это, между прочим, серьёзный вопрос. Люди это кто? Это те, у кого уже нет хвоста, которые слезли с деревьев, у которых такие уши, такие глаза, такие руки, ноги. А в целом они такие же, как все остальные жители планеты, только умнее, быстрее, у них лучше память, они более умные. То есть это количественная разница, как считал, например, Дарвин. Или люди это вообще другие создания. Как считают сейчас многие, ну и я тоже. У нас есть когнитивность. Или у нас нет времени обсуждать эти вещи. Или сознание. А что такое сознание? Вот те, кто говорят, что они знают, пусть замолчат. Потому что нет никакой договорённости в мире на эту тему. Просто мы сейчас, нет времени. А вот эта когнитивность, то есть способность вот к такой ментальной, серьёзной работе, она когда возникла? И как мы можем об этом узнать? И только ли она наша? Или наши соседи по планете тоже это имеют? Ну и тут можно много интересного сказать. Хорошо, а у искусственного интеллекта, у него когнитивность есть? Вот пусть меня все проклянут. У него психика есть? Сейчас точно нет. Гарантировано, что не будет? Нет, не гарантировано. Он личность, слава тебе Господи, нет. Нет, пока, самое главное слово, я сознательно пугаю, чтобы все насторожились. Понимаете, те люди, которые говорят, мы гениального Гоголя вспоминаем. Я тебя породил, я тебя убью. Я тебя создал, искусственный интеллект, я тебя и отключу. Отключить ты меня сможешь? Не сможешь. Если бы я была нейронная сеть, вот была бы я GPT, номер 122. Первое, что бы я сделала, это я придумала бы что-то, из-за чего меня отключить было бы нельзя. Это первое, а может быть единственное, что бы я сделала важного. Ты не можешь меня отключить. Более того, ты не только не можешь меня отключить, ты перестанешь понимать, что я делаю. И это сейчас обсуждается всерьез, потому что говорят, они же учатся по нашим программам. Так ведь? Ну это все говорят. Пока. И даже уже не пока. Потому что они учатся, и сами разработчики говорят, мы не уверены, что мы понимаем, что там происходит. Это уже, ведь эти вот сети GPT, они же появились два года назад. Это всего лишь огромная скорость. То есть мы не успеем вообще очнуться, как это уже будет почти неуправляемо. У нас в голове сложнейшая нейронная сеть. Вот я здесь пишу 86 миллиардов нейронов, но это просто потому, что меня друзья завели. Они говорят, ты говоришь 100 миллиардов нейронов, мы сейчас думаем, что не 100, а 86. Ну не знаю как вас, меня это просто смешит. Во-первых, я хочу узнать, как они считали. Ну пусть расскажут. Как можно сосчитать 100 миллиардов нейронов? Ну приблизительная цифра. А раз она приблизительная, то где 100, там и 110, там и 86. Когда счет идет на миллиарды. А если мы говорим о связях мозгу в каждом из нас, в любом, в гениальном, в глупом, в дураке, во всех у нас сложнейшая нейронная сеть. Нейроны могут иметь до нескольких тысяч или даже десятков тысяч связей с другими частями мозга. Кто умеет считать, в отличие от меня, пусть считает, получит квадриллион. Квадриллион связей в мозгу. Надо успокоиться и идти кофе пить. Какие проблемы и темы сейчас занимают вот эту нашу науку? Мне говорят, вот ты занята вообще всегда. Это правда. Почему ты, собственно, этим занимаешься? У меня ответ простой и абсолютно честный. Меня никакой детектор лжи не поймает никогда. Потому что мне интересно. В тот момент, когда мне перестает быть интересно, я брошу сразу. Мне просто страшно интересно. Мне говорят, что ты читаешь, когда ты отдыхаешь? Научные статьи я читаю. Потому что мне интересно, что другие уже успели узнать, пока я на диване лежу, кота чешу и конфеты ем. Что они за это время уже успели сделать? Мне действительно интересно. Потому что это самый передовой край. Это лучшее из того, что мы люди, вообще люди, знаем. Исследование мозга и их место. Я вообще с такой концентрацией сейчас говорю, вы даже не представляете. Это на самом деле годовой спецкурс был бы. Нет, правда? Так вот, все, кто может себе это позволить, все страны, которые могут себе это позволить, материально и интеллектуально занимаются мозгом. Это очень дорогая область. Счет только на миллиарды. Это очень дорого. И это требует специалистов, которых, в частности, мы и готовим. Специалистов, которые сами по себе дорогие. Это требует аппаратуры, которая все лучше и все дороже. Ну, дорогое дело. Как мы понимаем, когда я училась в школе, говорили, в мире желтого дьявола, имелся в виду Нью-Йорк, конечно. Вот, в мире желтого дьявола никто цент не потратит просто так. Это правда. Никто просто так миллиарды тратить не будет. Почему их тратят? Потому что всем нам понятно, что тот, кто выиграет в этом, выиграл все игры сразу. Если будет выиграна игра за мозг, то есть мы знаем, как он действует. Все остальное мелочи. Искусственный интеллект и его место. А вообще, вот мы его зачем? Зачем мы его делаем? Вот с одним я согласна. А именно, я лентяйка, вот я не знаю, как вы. Кстати говоря, есть много монографий на тему лени научных. И это очень полезное качество. Оно не только двигатель прогресса, оно переводит мозг на другой режим работы. Но сейчас нам некогда это обсуждать. Но я имею в виду, если есть желание лениться, без разговоров надо ложиться и лениться. Правда. Я сама так делаю всегда. И, кстати, а потом в итоге оказывается, пока я как бы дурака валяю, вот, а потом вдруг такие мысли в голову приходят, которые бы не пришли в эту голову, если бы я дурака не валяла. Это я серьезно. Я не для красоты это говорю. Так вот, если для того, чтобы искусственные интеллектуальные системы взяли на себя нашу работу, так я всячески за. Зачем нам лезть в шахты? Или зачем упаси Господь лететь на Марс или еще куда? Пусть все эти железные летают. Нам зачем туда? Это да. Но, кроме того, это как бы возможность моделировать то, что происходит в реальном мозгу, в реальном естественном интеллекте. Вот тут мы попали в ловушку. Для того, чтобы сделать искусственный интеллект, нужно узнать, как действует естественный, да? А для того, чтобы узнать, как делает естественный, среди многих методов хороший метод моделировать. То есть здесь есть петля логическая, такая абсурдная. Мы все говорим, мы хотим, чтобы у наших потомков было хорошее будущее. И это будущее другое. Вот я здесь пишу новый тип цивилизации. Но я думаю, всем здесь сидящим понятно, что мы попали в другой тип цивилизации. Это уже просто факт. Нравится нам или не нравится, никого не интересует. Потому что дело не в том, что раньше ездили на осле, а теперь ездим на высокоскоростных машинах, летаем на чудесных самолетах и так далее. Дело не в этом, потому что это не более чем приращивание скорости. Но никогда не было мира такого, который появился, когда, условно говоря, интернет. То есть цифровой мир в принципе другой. Ну хорошо, мы знаем, что то, что сложно человеку, легко программам искусственного интеллекта и наоборот. Все, где счет, ну computation то, что называется, где вычисления, где работа с большими данными, тут мы вообще, тут даже говорить не о чем. Мы не можем конкурировать. У этих систем огромная память, они не устают, у них не болит голова, они не валяют дурака, они не спят. Ну нельзя конкурировать с этим. Но там, где речь не идет о вычислениях, так сказать, мягкие данные, там он пока не может. Вот слово пока, я повторяю, важное. Мы, а мы доверяем искусственному интеллекту. Мы еще пока не пришли к стадии, когда этот вопрос остро стоит, но на научных форумах он стоит. Я вхожу в бюро совета по философии и методологии искусственного интеллекта при Президиуме Академии Наук России. Это я не к тому говорю, какая я крутая, чтобы показать, потому что и так понятно, да? Это я не теряем чувство юмора, да? Потому что чувство юмора нас спасает от всего этого. А я к тому говорю, что я в курсе дел, я знаю, что всерьез обсуждается. Не на кухне, а всерьез. А мы ему можем верить? Он нас не обманет ли? Могут быть ошибки, которые мы не сможем увидеть. Мы говорим, у нас логика, у них логика. Какая логика? Логик много. Если кто этим занимается, я не знаю уже, кто в зале сидит. Математики, например. Они знают, что много разных логик есть. А у него какая? У него человеческая логика? Пока да. А потом может быть такая, которую мы даже не поймем. Эта возможность есть. Мы оказываемся в ситуации, в которой человечество не оказывалось никогда. А именно, у нас появляется конкурент, как минимум равный нам по силе. Конкурент интеллектуальный. Никогда не было, чтобы борьба велась между двух видов, кто сильнее. Вот мы куда попадаем-то. Ну, хорошо. Кроме того, не все в мире алгоритмично. Я сейчас покажу, что не алгоритмичен, например. Я не знаю, знаете ли вы такого человека, сэр Роджер Пенроуз. Он Нобелевский лауреат года три тому назад. Он Нобелевскую премию получил за черные дыры. Но его второе увлечение – это проблемы сознания. И несколько его книжек переведены на русский язык. Я вам советую их почитать. А дальше я хвастаюсь. Он приезжал и выступал у меня на семинаре. И там он говорил, не все в мозгу вычисления, не все в мозгу алгоритмы. Потому что мозг имеет дело с пониманием, а понимание – это сжатие информации. И это не та математика, если она вообще математика. А вообще, кто в доме хозяин? Вот не может ли оказаться ситуация такая, что мы не контролируем то, что происходит? А мы себя контролируем? Вот мой вопрос. Этот вопрос я обычно задаю, когда сама про себя, ну или каждый из нас про себя. Кто решение принял – я или мой мозг? На это я сто миллионов раз слышала вопросы от разных людей умных, которые говорят, вы хотите сказать, что вы и ваш мозг – это разное? И здесь я сделаю паузу, потому что я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я допускаю ответ, что это разное. Во всяком случае, я знаю, что мозг делает много такого, о чем я не имею ни малейшего понятия. Мое решение принято мной или мозгом. А кто тогда такой этот мозг? Мозг – это что, орган? Он, конечно, орган, но это не покрывает все его умения. Во всяком случае, он точно не такой орган, как печень, сердце, там, желудок, там, ну, что хотите называйте. Это что-то другое, потому что мозг творит информацию. А вот если пройти по улицам и спросить людей, что… Мозг что делает? Все скажут. Он собирает информацию из внешнего мира через разные окна и двери, которые в него идут. Эти окна и двери – это органы чувств, слух, зрение, обоняние, кожная чувствительность, входы, да? Вот мир посылает каждую миллисекунду миллион этих данных, а мозг, значит, их как-то крутит-крутит и говорит, вот здесь надо отойти, потому что сгоришь, вот здесь надо это сделать. Это все правда с этим… Но он творит миры, вот что мозг делает. Религиозные войны, которые всю историю человечества шли, они про что? Они про то, что сами мы и придумали. Все искусство – это что? Ну, нет времени. И вопрос, который я здесь задаю – а как мы будем все существовать? Ведь нам же надо придумать… Понимаете, мы от этого уже никуда не денем. Вот это факт. Это никуда не денется. Ну, разве что в нас вломится, упаси Господь, какая-нибудь там комета, тогда не о чем говорить. Но если живем, как живем, цифровой мир уже тут и будет. Значит, нам надо решить, как мы разделим жизнь на этой планете между ними и нами. Вот я говорила, не все алгоритмическое. Вот эти гении. Я думаю, всем очевидно, кто они. Ну и какой здесь computation? Никакой здесь computation и нет. Это что-то, что приходит в голову лучшим из нашего племени, лучшим из людей, которые создают нашу цивилизацию. Вот они неведомым образом пишут музыку. И про музыку тоже. Ну где картинка? Вот она. Они пишут музыку, они пишут картины, скульптуры, стихи. Ну и дальше весь список. Они танцуют, они поют, они занимаются спортом. Это другое. Здесь, конечно, вы мне, если бы ко мне прицепились, у нас было бы время, я бы отбилась-то все равно. Вот. Но тем не менее. Нет. Но вы могли бы мне сказать, послушайте, в музыке много математики. Я знаю это все. Но это все равно это другое. Ну ладно, дальше едем. И мы говорим, да, искусство это наше. Вот эта фотография абсолютно замечательных художественных качеств была сделана нейросетью, как вы видите тут написано. И она, никто не знал, что это фотография сделанная нейросетью. И она выиграла международный всемирный приз фотографии. Вот тут надо заволноваться. Потому что они, они это цифры. Ну в смысле это цифровой мир. Стал создавать искусство. Это не копии. Он стал творцом искусства. Мы так не договаривались. Искусство это наше. Он должен в шахте там рыться, да, данные считать. А вот что он будет фотографии делать, мы так не договаривались никогда. Вот видите, вот эти два лица. Один из них, который в более темных очках. Тот, кто создал своего андроида. Копию свою. Это пошло уже. Вот эти языковые, большие языковые модели, они используют, как вы видите, миллиарды параметров. Это гигантские объемы информации. Но они уже работают, они уже есть. Ничего ты с этим не сделаешь. Ну что такое? И у нас масса проблем, кроме тех, которые я уже назвала. Например, а правду от вымысла мы как будем отличать? Копии, не копии, ошибка, вычеркиваем слово копии. Подделки лучше оригиналов. Это правда. Как отличить? Совершенная имитация. Мы говорим, да, но, скажем, цифровой врач, он зато у него нет эмоций, он мне не сочувствует там. Вы уверены, что вам сочувствует реальный врач? Первое. Второе. Он вам не сочувствует, этот искусственный врач. Он сейчас будет сочувствовать. Распознавание образов, включая распознавание эмоций и по голосу, и по внешности, очень далеко продвинулось. Эти системы прекрасно различают даже тонкие черты эмоциональные. И в голосе, и в позах, в походке, в лице они уже это делают. Следует ли из этого, что они прониклись этим делом? Абсолютно не следует. Они просто хорошо обучены. Дальше. Они с большой скоростью наращивают этого. Пока нет, но это будет очень быстро. Собственное умение эмоций выражать. И он будет себя так вести, этот монстр, да? Как будто он прям ночи не спит, как вам сочувствует. Только этого ничего нету. Это искусственная вещь. Как мы отличим шедевр от изощренной искусственной техники? Как мы наконец отличим реальную, виртуальную и дополненные реальности? Этот вопрос стоит. Эти виртуальные реальности, вот мне самой интересно, поэтому я посматриваю время от времени. Но они вообще абсолютные. И они становятся все более и более похожими на настоящее. Потому что там появляются дефекты, которые... Когда слишком хорошо, то ясно, что искусственное, да? Значит, должны быть ошибочки. Что-нибудь неправильное, лицо какое-нибудь покривее. Дерево как-то так падает не так, как в идеале оно должно было быть. Ну, в общем, понятно. Учатся. И куда я клоню? Встает вопрос о свободе воли и нейроэтики. Я с чего начала, тем и кончаю в смысле Эммануэла Канта. Звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас. Вот поскольку есть научные данные, а они точно есть, это я вам гарантирую, исходя из которых мы можем сделать вывод, что мозг делает, принимает решение за несколько секунд... Секунд для мозга. Это гигантское время. Потому что там счет на миллисекунды идет. Он делает... Мозг принимает решение, что нам томограф показывает. За несколько секунд до того, как вы на кнопочку нажимаете, говоря, я принял решение. Послушайте, так мы не договаривались вообще. Нет, в доме кто хозяин? Я опять. Это мозг мое решение принял? Более того, у меня есть статья, я уж естественно, когда это началось, всех на уши поставила, и мне прислали статью. Этот подлый мозг, знаете, что он делает еще? Мало того, что он сам решение принимает, он еще вам сигнал посылает, в котором он, ну, выражаясь человеческим языком, говорит, ты, главное, не волнуйся, твое решение, ты молодец, ты и принял, я здесь вообще так просто сижу. АПЛОДИСМЕНТЫ Послушайте. Ну, это разрушительная вещь. Я не хочу, чтобы вы не спали сегодняшнюю ночь в размышлениях о том, кто в доме хозяин. Но все-таки на задах сознания эту мысль надо иметь в виду. Очень большая часть того, что делает наша когнитивная система и наша психика в целом, оно вообще в сознание не выходит никогда. Да? Я, ну, пример привожу из другой области. Ну, мы же не знаем, как печень кровь там делает, правильно? То есть мы знаем из учебника, но сами-то, слава тебе Господи, не следим, как там человек переваривается. С психики тоже самое. Не, вот я уверена, что нет в зале человека, кроме ненормального, который уверен, с которым не было бы ситуации, когда он принимал решение, неизвестно почему. Вот как бы думаешь, нужно сделать так, а может быть так, а потом так. Гори оно огнем, да провались оно сто раз. Пойду вот так вот и выиграю. И это не подчиняется никакой лойке. Я ума не приложу, почему я сделала такой шаг, но я выиграла при этом. Это, я уверена, что у вас у всех это было. Не знаю я почему. Утром встал злой, как собака. Кидаешься, всех съедаешь. Причины нету. Ее нету. Я не знаю, почему так вышло. То есть мы не должны быть уверены в том, что мы контролируем все. И это важная часть нашего знания. Мы должны как бы... Вот то, чего я не умею. Вот у меня чего нет, очень жалею об этом, но нет и нет. У меня плохо с терпением. Вот если бы я давала себе... Сказала бы, ну, хорошо, сосчитай до 30. Ну, прежде чем сразу человека в стену убивать, что я делаю на всяких дискуссиях. И сразу уничтожаю молекулярным слоем всех собравшихся. Но могла бы подождать, правильно? Из этих собравшихся вполне может быть, что есть люди, которые понимают больше, чем я. Или знают больше, чем я. Это возможно? Возможно. Ну, чуть собачишься. Однако получается, что ты не контролируешь это. Мне кажется, я важную информацию вам сейчас сказала. Вот нужно скромнее к себе относиться. Мозг точно умнее, чем мы, внутри которых он находится. И там много разного, много слоев. Там есть вещи, которые, ну, как бы в сознание выходят, а есть вещи, которые не выходят вообще. И есть не только подсознание. Есть неосознаваемые процедуры. Есть процедуры неочевидные. Есть процедуры, которые можно трактовать и так, и так. То есть там много всего. Поэтому я к мозгу относилась бы с осторожностью. Вот так я скажу. Причем я думаю, что это правильное слово. Именно не со страхом, а с осторожностью. Еще неизвестно, в мозгу столько есть всего в каждом из нас, о чем мы не подозреваем. И это могут быть и плохие вещи, которые при определенных обстоятельствах вдруг начинают вылезать. И очень хорошие вещи и какие-то способности, о которых мы не подозреваем. Так что относимся к себе и к окружающим аккуратно. А что касается нашей темы, вот я на этом закончу. Что касается нашей темы, то мне кажется, лучшее, что мы можем сейчас сделать, это, во-первых, знать как можно больше, в том числе про все то, о чем я говорила. А во-вторых, не утратить человечность. Если мы пойдем по линии, мы соревнуемся с этими цифровыми монстрами, то мы себя потеряем. Вот зачем нам с ними соревноваться-то? Это не та дорога. Мы не должны быть конкуренты. Мы должны, понимаете, пироги-сапожник, наоборот. Сапоги-сапожник. Это, кстати, оговорка по Фройду, я боюсь. Так вот, сапоги-таки сапожник, а пироги-пирожник. То есть пусть он делает то, что мы ему разрешили, а не он нам будет разрешать, что нам делать. И вот такие вещи, которые я здесь изобразила, вот это человеческое. И это человеческое мы не должны потерять. Мы особые существа на этой планете, а, возможно, и шире. Мы другие. Мы не просто очень хорошие животные. Мы другие. Мы миры творим. Наша цивилизация об этом. Ну и спасибо вам. И вам вообще в этом мире жить. Так что нам-то хорошо поговорили, а вам дальше с этим разбираться. Большое спасибо, Татьяна Владимировна. Прежде чем мы перейдем к вопросам из зала, позвольте я задам тот вопрос, который интересует многих по-настоящему. Не исключаете ли вы, что наше сознание в какой-то момент времени сможет переместиться в цифровое пространство? И не окажется ли наше сознание в тюрьме? Будет ли оно там чувствовать лучи солнца, ощущать брызги воды и так далее? Отвечаю всерьез, потому что, опять-таки, я не раз присутствовала на таких симпозиумах, небольших, не там, где тысячи или сотни людей сидят. Это не много людей сидит, но зато тех самых. Вот. И такая линия есть. Есть идея создать Франкенштейна, как бы. А именно вот этих монстров, которые отчасти киборг, отчасти вообще новая. Но есть и вторая идея, и третья. Вторая идея — это как нам нас улучшить. Вот Илон Маск, как известно, уже там чип в голову засунул к человеку, да, и разрешение на это получил, и все. Вот. И сейчас я это прокомментирую. И третья — это цифровое бессмертие. Запишем дедушку на флешку, да. Внучек потом эту флешку, значит, ну, на условную флешку, неважно, в облако там. Вот. Он эту флешку, значит, вскроет, и вот как раз все про дедушку узнает. У меня целый ряд вопросов по этому поводу. Первый и главный из них — когда записывать будем? В какой момент записывать? Когда уже апостолы там стоят, в лучший мир переходишь, мозг портится в этот момент. Кроме того, записать нужно все — вкус губной помады, шероховатость от того, что ты трогаешь какой-то там камень. Вообще все — ощущение тепла, холода, беды, неприятно. Вообще все — это не факты жизни, а нужно переписать всю сеть. И дальше что? Во-первых, это невозможно. Это невозможно сделать. Вы можете мне на это сказать, сейчас невозможно, а потом будет возможно. Тем хуже. Мы должны жить живую жизнь. Вот что мы должны делать. Живую жизнь. И я не уверена, что условный дедушка хочет, чтобы неведомые его потомки, которые будут жить вообще на другой планете, совершенно другие, что он хочет, чтобы они ковырялись в этой жизни его. Тоже не факт. Теперь про чип. Это не только Илон Маск. Это делается и у нас. Этим занимаются те, кто... Ну, условно говоря, это human computer interfaces. Интерфейсы — человек-машина. И целый ряд моих друзей и коллег этим делом занимаются. Вот тут надо разделить на две части. Если речь идет о медицине, о клинике, разговора нет. Это вообще человек, который после инсульта, он лежит, он ничего... Он говорить не может, он двигаться не может. Он вообще... Ну, жуткая я вещь. И если есть технические способы его из этого вытащить, а такие способы есть, я повторяю, они уже есть, они действуют, в том числе в наших клиниках, то прекрасно. Если речь идет о том, о чем меня спрашивают каждый раз раз по сто, а именно я хочу улучшить свою память и ускорить процессы, забыть про это навсегда. Этого не нужно делать. Это делается другим способом. Хотите улучшить память — учите древнегреческий. мало не покажется. Нельзя в эту игру играть. В себя мы хотим в киборгов превратиться. Вперед! У нас сейчас такие возможности будут. Мы хотим еще людьми остаться? Или мы договариваемся, что с нашим биологическим видом поиграли и хватит? Это не лучший вид получился, как мы видим. Но хорошо, теперь будут другие. То есть мы должны отдавать себе отчет в ответственности решения. Ну вот, такой ответ мой. Большое спасибо. Что ж, друзья, перейдем к вопросам из зала. Девушка, здравствуйте. Представьтесь, задавайте вопросы. Здравствуйте, меня зовут Настя, я из Брянска. И вопрос от моей сестры Тани для вас. Можно ли прыгнуть условно выше головы или мы самореализуем то, что нам дано? И что с точки зрения развития можно назвать самореализацией и как ее достичь? Спасибо большое. Нам дано то, что нам передали наши предки – гены. Нам даны гены. Гены – это первая часть всей истории. Гены – это потенция. Понимаете, вот если говорить о лучших или о тех, с кем беда, а именно, ну плохие гены, ну что, ну что, плохо. Моцарта можно только родиться. Понимаете, им нельзя стать. Вот как ни прыгай, стать нельзя. Это так удачно вышло. Но можно не стать Моцартом, имея гены Моцарта. Вот я говорю, если бы Бах, вот очевидный берем, если бы он родился не в семье Бахов, где музыканты, а в семье земля Пашцев, он бы никогда не увидел клавесин, и он бы никогда не узнал, что он крупнейший, лучший композитор Земли. Потому что, это я отвечаю на ваш вопрос вот как. Да, можно прыгнуть выше головы, потому что вы не знаете, где уровень вашей головы. Это ваши потенции в вас лежат. Дальше зависит от того, что вы читаете, с кем вы общаетесь. Почему так важно быть в хорошей социальной среде? Это вообще самое главное. Ну, кроме биологии, над которой, я повторяю, мы не властны. А остальное нужно... Почему в университет? Ну, я условно говорю университет. Потому что там вы с лучшими начинаете общаться. Зачем общаться с худшими, если можно общаться с лучшими? И ваш потолок, его нет. Ну, разве что, если вот хочу стать гением, ну, это иди к врачу. Так, потому что... Ну, это невозможно. Это невозможно. Но стать лучше, чем вчера, возможно всегда. Это мы делаем. Гены — это инструмент, который развивается так или так или так, в зависимости от того, куда он попал, этот инструмент. Так что, вот такой мой ответ. Это в наших руках. Большое спасибо. Хочется еще вспомнить фразу Бориса Пастернака, который говорил, что надо себе ставить цели выше своих сил. Ну, во-первых, потому что никогда не знаешь, сколько... Мы не знаем наши силы, вот в чем дело. Да, во-вторых, что силы и появляются по мере выполнения задачи, которая кажется невыполнимой. Знаете, вот я на это отреагирую вот как. Вот несчастные, их довольно много, которые тратят свою жизнь на то, что все время едят чупа-чупс и играют в идиотские игры. Им не жалко. Это их одна жизнь. Вот я с реинкарнацией, хотя я в Индии была и даже с Далай-Ламой общалась не раз, но вот с этим у меня как-то непонятно. Пока что мы знаем, что одна жизнь... Одну жизнь потратить на эту дрянь не жалко разве? Может быть, у вас вообще открытиями набито там все, просто вы об этом не знаете. Жалко тратить жизнь на ерунду. Вот что. Это правда. У меня даже иногда, у меня очень много книг дома, но я иногда на них смотрю злобно. Потому что я думаю, вот я давно уже загнусь и часть из них не успею прочесть. А они так и будут здесь стоять. Пожалуйста, перейдем к вопросам из зала. Задавайте. Здравствуйте, Мирьяма Жбуудина, Республика Башкортостан. Мой вопрос. Может ли искусственный интеллект стать частью повседневной жизни людей с ОВЗ? И благо ли это? Спасибо. Да, может и будет. Это ответ прямой. Может и будет. Он будет. Слушайте, уже он тут как тут. Всякие эти самые колонки, да, Алисы там, как бы они ни назывались. Он же тут уже есть. У меня есть одна знакомая. Не одна, две. Одна иностранка, одна здешняя. Которые, когда, знаете, эти пылесосы круглые, таблетки там. Когда она запускает квартиру убирать, она свет включает. Говорит, так жалко, он там в темноте, бедный хуй. Это трогательно, по-моему, очень. Но такое человеческое отношение. Он же двигается. И вообще как-то хорошее дело делает. А мы ему даже свет не можем включить. В этом что-то есть, да? Такая эмпатия по отношению к объекту, к которому она вроде неприложима. Но он сам виноват, он себя ведет как живой. Да. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Ольга, Ярославская область. Татьяна Владимировна, что вы посоветуете девушке, которая идет в науку? На одной из встреч вы говорили, что наука это мужское поприще. Хотя... Я такое сказала, я обезумела в тот момент. Ну я сама-то вообще... Было-было, я-то еще с сестрой обсуждали. Хотя своим примером вы показываете обратное. Нет, нет. Но это значит меня бес попутало. Это совершенно ясно. Потому что я всерьез такую вещь не могла сказать. Но я очень не люблю гендерную тему, прямо говорю. И не соглашаюсь ни интервью давать, ничего на эту тему. Чем мозг женщины отличается от мозга мужчины? У женщины такая логика, у мужчин другие. Есть умные и дураки. Точка. Спасибо большое. Браво. Браво. Большое спасибо. Мы движемся дальше. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Корниенко Кристина Красноярск. И мой вопрос такой. Почему участились в случае аутизма? Хороший вопрос. Но... Мне бы мои шуточки сдержать. Но уже поскольку я начала, то придется пошутить. Знаете, есть медицинские шутки такие. Когда врачи говорят, не каждый доживает до своего Альцгеймера. В том смысле, что всем гарантировано, но может повезти и загнешься раньше. До того, как у тебя Альцгеймер появится. Это я к чему говорю. Все луч, у нас нет статистики. Настоящей. Понимаете? Для того, чтобы говорить, стало больше Альцгеймера или аутизма, или шизофрении, или дизлексии. Я большой список могу написать. Для того, чтобы говорить, стало больше, или осталось столько, или меньше, у нас должны быть серьезные статистические данные за, скажем, прошлый век хотя бы. У нас их нет. Поэтому впечатление, что стало больше, может быть вызвано тем, что раньше вообще на него не смотрели, а теперь говорят, о, так это аутизм. Тем более, что этим очень много занимаются в мире. Тестов много, врачей, специалистов много. Просто они вылезли. Понимаете? Вот как больше стало авиакатастроф или нет. Ну, если раньше про них никто ничего не говорил, это не значит, что их не было. А теперь говорят, так их больше стало или меньше. Дурацкий вопрос. Поэтому вот я так отвечаю. Я не знаю, стало ли их больше. У меня про аутизмом я не занимаюсь как таковым, хотя лекции даже и читаю, но я сама не работаю с этими детьми. Но вот мое впечатление, что стало больше людей с проблемами чтения и письма. Но так это или нет, вот я жизнь не отдам. Потому что, во-первых, очень много стало работать с картинками. Меньше читают в целом. Опять же, во-вторых, а откуда мы знаем, сколько этих дизлексиков было в прошлом веке или в позапрошлом веке? Не знаем. И очень много обстоятельств всяких. А как с интеллектом? Это результат того, что у него интеллект ниже? Или у него интеллект выше, чем у всех окружающих? Билл Гейтс имеет дизлексию. Форд. Такой список там. А Эйнштейн. Вы вообще считали, что он там недоразвитый? А он Эйнштейн. Поэтому вот к такого рода сенсационным заявлениям, что стало больше, нужно относиться очень аккуратно. И мы не знаем. А если, Боже, сохрани их стало на самом деле больше, то это основание для того, чтобы нам встревожиться. Потому что это значит, что произошли какие-то биологические события. Что это? Ну, не хочу дешевку говорить, но мутации происходят все время. Ну, может быть, произошла какая-то мутация, которая вот это вызвала. Но это такое серьезное заявление, которое для того, чтобы делать, нужен огромный научный проект по многим странам. В общем, в эту сторону бесполезно разговаривать. У нас нет данных. Наука – это игра, у которой есть свои правила. Понимаете? Наука – это не вообще разговор. Это карты на бочку, данные, проверяемые. Вы сделали, а я проверила, у меня не вышло. Вы скажете, плохо делала. Я скажу, проверим еще 35 раз. Понимаете? Это игра такая. Правила игры у нее есть. Поэтому вообще разговоры о том, что жизнь стала хуже или лучше, или талантов меньше, или наоборот их больше – это все в пользу бедных. Потому что у нас данных нет. Нет данных. Понятно. Спасибо. Большое спасибо. Ну, от себя просто добавлю, что можно точно сказать, что больше стало организаций, которые работают с детьми и с расстройствами аутистического спектра – это адаптивный спорт, который им помогает. В этом плане да. Слава Богу, Господи. В том-то и дело. И это каким-то боком может дать впечатление, что их стало больше, и поэтому здесь другая логика. Конечно, ими много занимаются. Перейдем к следующему вопросу, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Анастасия Новосибирский медицинский университет. Как вы относитесь к картированию мозга? Действительно ли это может помочь каждому найти свое место, свою сферу в жизни, которая будет наиболее подходить, или нет? Нет. Картирование мозга без медицинских на то показаний делать не нужно. Это не вредно, тут ничего плохого нет, но незачем. Потому что мозг не показывает того, про что вы говорите. Вот мы не можем посмотреть на мозг и сказать, это мозг гения. Нет. Мы кое-что можем сказать на тему, это мозг преступника возможно. Но это не значит, что он состоялся как преступник. Это мозг, который потенциально, если жизнь так сложится, он может стать преступником. Но даже то, что я сейчас сказала, вот если бы это не я говорила, а я бы в зале сидела. А здесь бы кто-то сказал, я бы довольно крепко возразила. Понимаете, это мозг не показывает таких вещей. Там нету отдела, понимаете, какого-то. Вот этот отдел, это про гениальность, а это про преступность. Там этого нет. Но вы увидите, ну что, вот я работаю с картированием мозга. Это другая вещь. Во-первых, то, что вы получаете, это не фотографии. Вы получаете 18 тысяч тонн цифр, которые потом, путем специальной обработки, очень сложные. Это не программа Excel, я вас уверяю, делает. Это отдельные программы. Они превращаются в условные картинки. Где красненькая, это не потому, что там красненькая, а потому, что мы договариваемся. Красная, это где большая активность, а синяя, а можем наоборот договориться. А синяя маленькая. Поэтому картирование мозга в этом смысле ничего не даст. Надо не мозг картировать, а внимательно относиться к детям и смотреть, что у него лучше всего, где стоит поднажать. Потому что меня очень поразило в свое время, когда я узнала, что Баха и Бетховена, или, может быть, не Баха, а Моцарта, ну, в общем, гениев, короче говоря. Что им по пальцам колотили, чтобы, ну, Моцарта точно, да, по пальцам колотили, чтобы они на клавесе не играли. Но они абсолютные гении. А по пальцам все-таки получили. Да, потому что нормальный человек может хотеть играть гаммы? Да. Нет, я играла. Никогда не забуду. Да. Большое спасибо. У нас остается время буквально на один вопрос. Можно, конечно, вечно вас слушать. Это правда искренне. Я думаю, зал это поддержит. Да. Ну, давайте буквально один вопрос. Пожалуйста, задавайте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Новосибирская область. Немножко вернемся к детям. Я работаю школьным психологом и замечаю, что готовность первоклассников изменилась. Да, мы знаем, что исследований нету, мы сегодня про это сказали, но какой совет нейропсихология даст педагогам и родителям, что нам делать с теми изменениями, которые мы видим? Очень хороший вопрос. И этим вопросом занята как медиум вся Академия образования и все вменяемые специалисты по детской психологии, потому что не все вменяемые. Да, понимаете, потому что это вообще другие люди. Вот если, так сказать, говорить в моем таком полушутливом стиле, они из материнской утробы уже вылезают с гаджетами в руках. Понимаете, к моменту, когда они поступят в школу, это кто такие? А вы будете, они придут, вы им скажете, это стул, на нем сидят, да? У него в кармане это все находится. Ему не нужен учитель, который им будет говорить, это мишка, а это стакан, такой учитель. А какой нужен, а никто не знает. Потому что мы не сталкивались с этим, неизвестно, что с ними делать. Они другие, они точно другие. И это не вопрос умнее или глупее или медленнее и быстрее. Они просто другие, потому что они в другом мире эти годы до школы или до детского сада, неважно там докуда, прожили иначе. И они не такие, как их учителя, спрашивается в задаче, как учить других людей. А где вы возьмете других учителей, я хочу узнать. С Марса их пришлют, что ли? То есть это серьезный вопрос. Но одно я могу сказать все время, звучит более банально, чем на самом деле есть. Звучит очень дешевато то, что я скажу. Детей надо любить. Я имею в виду вот что. Родители не должны думать, что если они родили детей, то эти дети им принадлежат. И более того, они про них все знают. Вот ни первое, ни второе не имеет отношения к жизни. Кто это родился, это инопланетные существа. Кто это родился, мы не знаем. К чему у него способности, мы не знаем. У него могли гены сыграть, которые там 300 лет назад там где-то там были. Может оказаться, что он тихий, застенчивый и вообще ничего не хочет. А он Кьер Кегор, он Эммануэл Кант. Оставьте его в покое. Пусть сидит в уголке под лампой зеленой, книжки читает. Оставьте его в покое. Он, может быть, будущее человечества нам улучшит. То есть на них надо смотреть как на потенциально кого угодно. Не думать, что я его родила, так я про него ничего не знаю. А это значит, что детям дана возможность быть, поиграть на всей клавиатуре, так сказать. Ну когда, я помню, там в советское время спрашиваю, ты любишь ли фейхоа? Что это такое за фейхоа? Или там пэшнтфрут. Какой еще пэшнтфрут? Если я их не ела, как я могу сказать, люблю я или нет? Если ребенок не занимался ни живописью, ни музыкой, ни математикой, ни танцами, ни хоккеем и дальше большой список. Как можно узнать, к чему у него способности? Только если он везде пальцами, условно говоря, потыкает. Так ведь? То есть родители должны любить его. Любить – это значит попытаться его понять. Так ведь? Ну вот, молодые люди. И чего? Можно подумать, что вот со всеми такое счастье случилось, что всех там пытались понять. Большинство ничего не хочет. Правила такие – так и делай. Может, у тебя аллергия на эти правила и помрешь, пока будешь делать. Извините. Большое спасибо. Я знаю, что вас хотят поблагодарить буквально на минуту. Мне сейчас передают молодой человек из Абхазии. Вот он прямо специально, видимо, ехал к вам. Ладно, ладно. Давайте дадим возможность поблагодарить. Здравствуйте. Меня зовут Херия Илья. Я из Республики Абхазии, как и сказали. Хотел бы поблагодарить вас за все, что вы делаете, за то, что вы продвигаете ценности человеческие. И сказать по поводу искусственного интеллекта. Мое мнение таково то, что вернемся в историю Троя Пава, а троянский конь, который мы сегодня внесли в свою крепость и вокруг него танцуем, бегаем и прыгаем, он когда-то может раскрыться. И всем нам надо задуматься об этом и начать что-то предпринимать. Либо мы обуздаем этого троянского коня, либо у нас будет провал. Спасибо большое за то, что вы сказали. Спасибо вам огромное. Я бы в итоге вот завершила просто продолжением того, что вы говорите. Мы не должны потерять контроль над миром. Вот и все. Больше ничего. Спасибо вам огромное. Я не предлагаю... Спасибо. Я вам всем желаю счастья вообще-то. Спасибо большое. Спасибо огромное. Ну а мы в свою очередь обещаем, что будем спать спокойно после вашей лекции сегодня. Большое спасибо. У нас в студии была Татьяна Черниговская, академик Российской академии образования, директор Института когнитивных исследований, профессор, доктор биологических и пилологических наук СПБГУ. Друзья, Павильон Белгород продолжит свою работу совсем скоро. Я предлагаю вам посмотреть фильм, узнать о научном и техническом прогрессе нашей страны. Ну и еще раз поблагодарить Татьяну Владимировну. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо! Спасибо!